Здравствуйте друзья! Въехали мы в город Сан-Франциско. Вот вы вместе с нами наблюдаете и Светлана зачитывает вопрос. Пишу вам, чтобы понять и лучше разобраться в том, что мне нужно от этой жизни и как она изменится, если я выберу какой-либо путь из намеченных уже мною. Зовут меня Дмитрий, 19 лет, учусь на очном отделении первого курса инженерно-строительного факультета на бакалавра. Живу в России в довольно-таки, как мне кажется, провинциальном городе с населением 500 тысяч человек. Наметил я для себя пока два пути. Проучиться 4 года очно, отрабатывая практику более-менее большой строительной компании, получая опыт, ну и зарплату, благо такая возможность на данный момент есть. После четырех лет учебы поехать работать на вахту, на вахту, в Сибирь, Тундра, Крайний Север. Две недели тут, две недели там. На жизнь там можно быстро заработать и в должностях ростом быстрее. При этом хотелось бы еще выучиться хотя бы заочно на магистра. Ну и второй путь. Также проучиться первые 4 года, но при этом изучать английский язык. Сначала базовый, потом уже более заточенный под мое строительное образование. Благо времени на это вроде бы хватает. Отучиться, наверное, получить какой-то опыт работы и уехать работать в Европу, Канаду, США. Вот, собственно, и все. Вопрос лишь в том, что выбрать. Скорее даже, что меня ждет, если я выберу второй путь карьеры, жизнь в другой стране. Могу ли я вернуться обратно и продолжить уже на родине свою работу и так далее и тому подобное. И как мне это все реализовать? Нужно ли учиться на магистре для этого? Забыл добавить, что специальность у меня самая обширная – промышленное и гражданское строительство. И работать хочу на самом объекте. Амбиции, конечно, переполняют. Из-за этого, собственно, возникает куча вопросов и желаний. Спасибо за ответ и за такой необычный канал на YouTube. Ну, это по строительству, это… Да. Видишь, как, он не хочет работать в дизайне, в разработке. Да. Он в проектировании. Он хочет работать на объекте. То есть непосредственно строить. И, как ни странно, как ни странно, может быть, даже гораздо проще получить работу вот на самом объекте, чем, например, в разработке, в дизайне и так далее. Так вот, я не думаю, что сходу начнется именно какой-нибудь проект, там, у него в Париже или в Берлине. Но есть очень много проектов строительных, например, вот в странах Персидского залива. Очень-очень много. И там люди, которые возводят это все, это люди, которые приезжают из разных стран. В частности, вот из стран, там, бывшего СССР. Много народу работает. Поэтому есть… Есть люди, которые ездят из страны в страну и что-то строят. Особенно, если он, как бы, вот именно на объекте готов находиться. Почему же нет? То, что у него специальность очень широкая – это не плюс. Гораздо легче находить работу, когда ты специализируешься в чем-то и становишься специалистом. Допустим, я не знаю, вот он может быть специалистом, там, по нефтяным каким-то сооружениям. Он может быть специалистом по каким-то там небоскребам навороченным. Я не знаю строительной области, я так просто от балды фантазирую. Но, конечно, если ты в чем-то специализируешься, и это область такая, которая требует, ну, все больше и больше участников, там, как бы, она развивается, много работы и так далее. Значит, а начав работать в международных организациях, которые строят вот там, вот, наверное, он добрался бы и до, и до, там, не знаю, и до Европы, и до Африки, там, и до Латинской Америки. Я думаю, что уже попав, как бы, в эту обойму, он мог бы раскрутиться и докрутиться бы уже до Европы. Меня немножко напрягает то, что ему, вроде бы, ему 19 лет, и он, там, молодой совсем, и он на первом курсе учится. Понимаешь что это? Он учится на первом курсе строительного института. То есть мы не знаем, например, не бросит ли он его, там, не разочаруется ли он в профессии, чтобы его бросить, там, после третьего или, там, на втором. Мы ничего этого не знаем. Но я просто хочу сказать, что вот эти планы, которые он строит, долгосрочные, связаны с профессией, к которой он пока что имеет очень-очень мало отношений. Но, тем не менее, видно, это его привлекает. То есть он готов поехать в Сибирь куда-то, в холоде и в морозах, там, вахтенный метод. А чем, 19 лет, чем у холода и мороза? Он не думает об этом. Он, как бы, открыт к приключениям, там, заработки, вахтенный метод. Он, значит, такой, как бы, деятельный, он ваятель, понимаешь, он не кабинетный работник, а он вот его несет туда, куда-то вот туда. Вот. И это здорово. Это очень здорово. Эти люди востребованы. Вот. Значит, вопрос, в принципе, стоял как? Получать ли мастера, там, у себя, или, там, как бы сосредоточиться на академической части программы, да? Или, там, скажем, работать, зарабатывать, подрабатывать. Я бы сказал так. Это очень зависит от человека и его пристрастий. Если ему хочется, ему реально хочется участвовать, и вот он не просто зарабатывает там на том, что вахтенный метод, там, где-то что-то строит, а он еще тащится от этого, понимаете, и удовольствие от жизни получает, и с людьми знакомится, там, еще. Вот это вот его увлекает. Понимаете? Конечно, надо делать. Если он такой более академический, что не похоже вроде, вот. Вот. Хотя люди и совмещают. Они, как бы, и академические, и деятельные тоже такие, практические. Вот. Поэтому надо смотреть, что тебе больше нравится. Легкого пути в Европу на строительные объекты в качестве инженера, в качестве человека-специалиста, там, и так далее, я не думаю, что есть какой-то легкий путь. Тем более, это упирается в знание языков. И не вообще языков, а строительных, как бы строительные лексики. Там же стандарты в каждой стороне другие. Другие, соответственно, начинаются вопросы лицензирования. Да. Понимаете? Это совсем не так просто. Есть такой прямолинейный путь, который я наблюдаю в больших количествах, потому что у меня много молодых, там, мальчиков, девочек учатся, которые, будучи студентом, вот он студент первого курса, а может быть, там, после второго или третьего, у него будет возможность поехать, там, в Соединенные Штаты по программе work and travel. И вот я смотрю, они у меня тут, раз так, приехал и остался. Какие-то там, девчонки там, какие-то замуж повыходили, какие-то просто там остались, получали политическое убежище. Но их много, их реально очень-очень много. И вот они, когда к нам попадают, они уже несколько лет в стране прожили, пока там они политику свою получили, там, или пока до них дошло, что нужно что-то делать с жизнью, они пока там устраивались. Они уже прекрасно говорят на языке, они уже абсолютно адаптированные. Это вот работа в ресторанах, там, понимаете, в таких вот местах, она делает человека, ну, просто местным очень-очень быстро. Вот. И по манере разговора, и по произношению, и так, как сказать, ну, вот все-все-все атрибуты там на них. Поэтому они легко движутся дальше. Поэтому он может третий путь, да, вот у него там два пути было в голове. Значит, вот тебе третий путь, ты можешь приехать. Ты можешь, вот, пользуясь тем, что студентам легко вот по этой программе там прискакать. Пожалуйста. Если ты хочешь при этом работать в строительстве, на каких-то объектах, а еще и вахтенным методом, ё-моё. Значит, можешь вот с американским, там, документом по всему миру строить, можешь в Америке строить, можешь в Канаде, может, в Мексике. Где хочешь, можешь строить, если ты любишь строить. Но, опять, это стройка и стройка. Дело в том, что это не инженерная работа. Это имеется в виду инженерную. Но инженерную работу, я не думаю, что там легко вскочить, потому что там действительно вопросы лицензирования. Он здесь, уже живя здесь, он уже завершит свое образование здесь. Может быть, параллельно с работой и настройкой он завершит свое образование. Может быть, он получит лайсенс и будет сам производить работы, Да, здесь вот обычный путь иммигрантов, который мы видим, не тех, которые работают на больших строительных объектах, там в Сан-Франциско строят небоскребы, а обычный путь, дело в том, что Америка страна маленьких домиков в основном, и большим спросом пользуется индивидуальное строительство, и строят эти дома, как правило, не очень большие контракторы, у которых есть какое-то количество постоянных сотрудников, а остальных они нанимают как саб-контракторов, и тоже очень огромное количество этих саб-контракторских, таких тоже небольших бизнесочков, которые тут они котловон роют, делают бетонные работы, тут они делают фреймы, тут они делают то, тут они... Ну, специализации, если били, да. Да, и в принципе, да, и в принципе, это, в общем-то, востребованный бизнес, когда экономика хорошая. И вы можете иметь три десятка объектов одновременно, а можете иметь сотню объектов одновременно, если вы в состоянии управляться с этим. Так вот, путь обычный, что люди приезжают на эту стройку, немножко они крутятся вот под эгидой вот этого генерального контрактора, который им дает какую-то работюшку, где они приобретают опыт, конкретное знание стандартов и так далее. А потом, если, опять же, им позволяют их навыки, знание английского языка и так далее, они сами получают лицензию генерального контрактора, которую получить нелегко. Не обязательно генерального. Подожди секунду, мы рассказывали там в одном видео, сколько чего требуется для этого, у нас есть видео такое на канале. Если он в состоянии получить такую лицензию, то он сам может брать вот таких субподрядчиков и сколотить бригаду и брать закаты, потому что бизнес при хорошей экономике это востребованное. Лицензия не должна быть на генерального, который строит сразу там весь дом. Лицензия может быть конкретно на работы там с водопроводом, это может быть на air-кондишенинг, это может быть на там плиточники какие-нибудь там или там цементные работы. Есть такие более маленькие лицензии. Есть электрические работы, есть водопровод. Да, но все, кто хотел получить лицензию генерального контрактора, все получили, честное слово, это не то, что там что-то. Но это уже как бы, это человек в собственном бизнесе, у него свой бизнес, он может вот так развиваться. И у этих людей тоже практически никаких ограничений в заработках нет, они могут получать абсолютно любые суммы. Но это уже надо вести бизнес, то есть тебе никто, никто тебе определяет, что ты делаешь, а тебе нужно найти клиента и в общем строить для него и строить хорошо, потому что иначе больше клиентов не будет. Но во всяком случае выучиться на строителя здесь или там доучиться на строителя здесь с местным лицензированием, образованием и так далее на порядок более правильно, чем приезжать из другой страны с недоанглийским языком, с недоамериканскими стандартами, с полным отсутствием лицензирования там и так далее и так далее. Да, люди, которые здесь заканчивают и получают здесь образование в области строительства, их берут уже действительно в серьезные конторы, там это могут быть, вот у нас есть электрическая компания Педжини, они там строят себе что-то. То есть это уже люди с местным образованием, конечно, иммигранту, который приезжает и получает лицензию контрактора, это не снится, это совершенно другой мир. Ну, может быть, не сразу, там, масса наших соотечественников работает в американских самых серьезных компаниях, и архитекторами, и дизайнерами, и инженерами, там, сметчиками, там, кем угодно. Это просто путь такой не совсем простой, и это не программирование, где там вот язык, там, Python, он что в России, что в Китае, что в Бразилии, один и тот же язык программирования. Строительство – это область специфическая, как бы, для страны, и плюс язык имеет значение, там, и так далее, и, в общем, конечно, болезненная перестройка, очень болезненная, по сравнению, там, скажем, с IT. Все, наверное, мы так осветили. Мы с вами, друзья, заканчиваем это видео в историческом месте, которое называется Golden Gate Park. А вот впереди цветет мимоза уже. Да, желтенькая впереди, это мимоза, чуть левее. Да, это правильно, смето говоря. Цветет вовсю вдоль Хайвэев. Счастливо! 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 Счастливо!